Патч Первое оружие, которое меня очень удивило после патча, это М870 с БПС патронами. Очень эффективный ствол как на ближней, так и на дальней дистанции. Для ближней дистанции я использую красную точку, для дальней я использую снайперский прицел. Следующее оружие, которое меня порадовало, это М60. На нем была уменьшена отдача. Так что цепляйте рукоятку, ставьте глушитель, любую оптику и отдача практически не ощущается. Не знаю, зачем они трогали РПК, он мне и до патча нравился, но они внесли в него тоже несколько изменений. На нем была уменьшена начальная и вертикальная отдача, что сделало пулемет еще более точным. Если вас все еще не устраивает его отдача, добавьте рукоятку и глушитель, и вообще будете в шоколаде. С АК-74 они сделали то же самое, то есть они снизили начальную и вертикальную отдачу. Но на мой взгляд статистика Калаша очень занижена в этой игре. АК всегда брал мощью, а не скорострельностью. А в Battlefield 3 его просто сравняли по урону со всеми обычными штурмовыми винтовками. К примеру взять М16. У них одинаковый урон, но значительная разница в скорострельности. Поэтому Калашников не используется в этой игре. Он по-прежнему остается моим самым любимым автоматом. Это все на сегодня. У меня в архиве еще очень много оружия, так что я буду делать эти выпуски. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, а то за жопу вас погрызут лайки. Спасибо за просмотр, берегите себя.